Здравствуйте! На прошлом уроке мы определили сумму займа как P$. Предположим, я занимаю у вас P$ и намерена вернуть эту сумму через год. Процентная ставка в данном случае составляет r, или 10R%. Сложные проценты начисляются непрерывно, т.е. каждую миллионную секунду, секунды которых в году больше триллиона. И больше триллиона раз мы начисляем проценты на сумму долга. Следовательно, в конце года я буду должна вам P$ . А что, если я возьму в долг сроком на 2 года? Мы уже выяснили, что через год я буду должна вам P$ . А что произойдет через 2 года? Итак, это значение будет новым телом кредита. Другими словами, я занимала вот эту сумму P, а через год я как бы перезанимаю, но уже не первоначальную, а новую сумму. Следовательно, вот это становится новым значением P. Итак, P умножить на e в степени r, а на новое тело кредита нам нужно еще начислить проценты на следующий год. Значит, мы умножаем на e в степени r. И это равно P умножить на e в степени 2r. Аналогично вот это выражение, это новое значение P, я перезанимаю эту сумму еще на 1 год. Следовательно, мой долг будет равен P умножить на e в степени 3r. Таким образом, если я занимаю P$, а процентная ставка при этом равна r сроком на t лет, то сумма долга, спустя эти t лет, будет составлять P умножить на e в степени rt. Если вы со всем этим разобрались, то вы уже готовы стать местным банкиром и одалживать людям деньги под непрерывно начисляемые сложные проценты. А теперь давайте рассмотрим несколько примеров, они вам помогут окончательно все понять. Допустим, я занимаю $1000, а годовая процентная ставка равна, предположим, 25%. Итак, ставка, то есть r равна 25% или 0,25. И, допустим, я занимаю $1000 сроком на 3 года. Итак, t равно 3 года. И мы собираемся непрерывно начислять проценты на протяжении этих 3 лет. Согласно формуле сумма, которую я должна буду вернуть через 3 года, будет равна тело кредита, то есть $1000 умножить на e в степени… моя ставка равна 0,25, а t равно 3, следовательно, в степени 0,25 умножить на t… ой, простите, здесь вместо t будет 3. Таким образом, долг будет составлять 1000 умножить на e в степени 0,75. Теперь давайте посчитаем с помощью Excel. Итак, 1000 умножить на экспонента в степени 0,75. Вот эта часть, эксп, означает, что e возводится в какую-то степень. В данном случае в степень 0,75. И вот он, наш ответ. Давайте немного подниму выше, чтобы вам было видно. Итак, наш ответ – 2117 долларов. Эту сумму я буду должна через 3 года. Именно в этом и заключается сила сложных процентов. Когда говорят, что непрерывно начисляемые сложные проценты составляют 10 или даже 25%, то большинство людей не сильно беспокоятся по этому поводу. Ну, ведь что такое 10 или даже 25% от всей суммы? Но если вы посмотрите на наш пример, то очевидно, что проценты начисляются достаточно быстро, особенно в случае непрерывного начисления. И конечная сумма очень впечатляет. Теперь давайте рассмотрим еще один более сложный пример, который вы, вероятно, встретите в учебнике. Предположим, я хочу занять 50 долларов. Непрерывно начисляемые сложные проценты равны r. И я собираюсь занять 50 долларов сроком на 10 лет. Также известно, что спустя 10 лет я буду должна 500 долларов. Что нужно сделать? Нам надо найти значение r. И в очередной раз мы используем формулу непрерывных сложных процентов. Итак, если первоначальная основная сумма равна 50 долларам, то сумма долга будет составлять 50 умножить на e в степени… А в какой степени? Значение ставки нам неизвестно, но нам известно t – 10 лет. Следовательно, 50 умножить на e в степени 10r. Это равно наращенной сумме. Другими словами, сумма с уже начисленными непрерывными сложными процентами, то есть 500 долларов. Итак, у нас получилось уравнение 50 умножить на e в степени 10r равно 500. И мы можем разделить обе части равенства на 50. Следовательно, мы получим e в степени 10r равно 10. Как нам это решить? Нам необходимо найти логарифм по основанию e. Итак, давайте запишем левую и правую части в виде логарифмов. Значит, логарифм по основанию e, выражение e в степени 10r равно логарифму по основанию e 10. А логарифм по основанию e равен натуральному логарифму. А вот почему логарифм по основанию e называют натуральным, я вам расскажу позже. Я вам покажу сотню применений числа e, в которых оно проявит всю свою натуру. И тогда, думаю, вы поймете, почему логарифм этого числа называют натуральным. Давайте посмотрим, смогу ли я найти натуральный логарифм 10. Итак, натуральный логарифм 10 равен 2,3. Но перед тем, как записать ответ, давайте вернемся немного назад. Чему равен логарифм e в степени 10r по основанию e? В какую степень нам надо возвести число e, чтобы получить e в степени 10r? Это то же самое, что и просто 10r, поскольку e надо возвести в степень 10r, чтобы получить e в степени 10r. Таким образом, 10r равно 2,3. Это значение мы только что нашли. И здесь у нас не 10 в степени r, а 10r. А чтобы найти r, нам надо обе части равенства разделить на 10. Итак, r равно 0,23, или r равно 23%. Таким образом, если я возьму в долг 50 долларов сроком на 10 лет, а непрерывно начисляемые сложные проценты будут равны 23%, то через 10 лет мой долг будет в 10 раз больше первоначального тела кредита. И хорошо бы об этом всегда помнить. Я советую вам пересмотреть все видео по этой теме, поиграть с числами, самому доказать, что предел все-таки существует. Вам надо взять этот предел при n, стремящемся к бесконечности, выражение 1 плюс 1 делить на n, все в степени n. А чтобы доказать его, вам следует вместо n подставлять все больше и больше значения. Но учтите, если вы подставляете n сюда, то должны подставить его и сюда. Вы не можете подставить сюда миллион, а сюда триллион. Вы должны сюда и сюда подставлять либо триллион, либо миллион. И в результате вы увидите, что значение этого выражения стремится к числу e. Также я рекомендую вам сохранить в памяти эту формулу p умножить на e в степени rt, которую запоминают большинство людей. Она еще сыграет важную роль в вашей жизни. На сегодня все. До встречи на следующем уроке!